Здравствуйте! Вы смотрите Зелёную передачу. Сегодня в выпуске. Мы начинаем со знакомства с садом Светланы Клименко. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Добрый день. Я очень рада, что мы у вас сегодня в гостях. Давно собирались. Погода сегодня стоит по-настоящему летняя. Я хочу вам представить нашего доброго друга Зелёной передачи, замечательного специалиста Алексея Агапова. Добрый день. Добрый день. Для начала я бы просила вас рассказать о вашем участке. Так в моей жизни сложилось, что в 2000 году мы поехали по путёвке в Испанию. И я влюбилась в кустовые герани. Хотя раньше они росли на окнах у бабушек у наших, и всё это вызывало у нас совершенно какое-то неприятие этих запахов. Но после того, как я увидела, как это в обычной природе растут герани, я приехала и задалась целью развести обязательно сад. Я стала говорить мужу о том, что я хочу землю. Он категорически был против, сказал, нет, 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 никогда у нас земли не будет. Но мне удалось всякой мудростью, женской хитростью уговорить его приобрести участок с недостроенным домом. И вот сейчас, когда уже прошло 16 лет, муж мне говорит, какие мы с тобой молодцы, что мы купили землю. Я-то знаю, кто молодец. Ну вот с тобой всё началось. То есть, конечно, я очень хотела развести хвойники. Но потом, как, конечно, без роз? Естественно, мы стали разводить розы. Потом, как без газонов, как без флокс, которые всегда любила моя мама, как без пионов, георгинов. Конечно, мы всё это стали сажать. Потом я очень полюбила петунии. Я в конце января начинаю их высаживать дома, что вызывает недоумение моих клиенток и у некоторых восторг. Я их выращиваю почти все сама. И вот так, вы знаете, втянулось сейчас. Я не мыслю в своей жизни без этого участка, без зелени. Но в 2013 году у нас родился внук. И мы стали сажать и морковку, и свёклу, кабачки. Вот в этом году мы пробуем даже тыквы. Жаркое лето внесло свои коррективы не только в работы садоводов, но и в жизненные циклы самих растений. Из-за аномального тепла некоторые культуры зацвели вторично. Но садоводам не стоит любоваться цветами и ждать плодов. Потому что растения вместо того, чтобы тратить силы на подготовку к зиме, будут стараться образовывать плоды. А этого допускать никак нельзя. Анастасия Репикова побывала в гостях у садовода, который вместе со своей грушей попал в столь непростую ситуацию. На дворе август месяц, а у садовода Николая Андреевича зацвела груша. Александров садовод опытный, сразу понял, ситуация неприятная. Побег, и на нем цветочки по три, по пять цветочков, по семь цветочков. Ну, это аномальное явление. Вот что значит на Урале не приспособлены деревья к жаркому климату. Вот, и выдают вот такие перлы. Никогда в августе месяце, я еще раз повторю, что никогда в августе месяце плодовые деревья у нас не цвели. В этот раз пострадал сорт груши северянка. Сорт знаменитый. Обычно с одного дерева Николай Андреевич собирает около двух ведер. Но такое аномальное явление может заметно сказаться на урожае следующего года. Каждое плодовое дерево, оно вот в этом году создает плодовые почки для следующего года. И вот смотрим на эту веточку, она вроде бы как, ну, пустая, пустая, но нет здесь груши. Но здесь на следующий год будет появиться снова много плодов. А если зацвели, значит, плодов не жди на следующий год. Вот 7-7 вот это. Это плохо. Николай Андреевич уже смирился с тем, что в будущем году урожай на груши будет незначительным или его совсем не будет. Если на ваших деревьях произошло подобное, лучше оборвите цветы и завязи, чтобы растение не тратило силы на образование плодов. И не забудьте помочь ему подготовиться к зиме, внеся осенние удобрения. К юбилею города! С 7 по 10 сентября Челябинская ярмарка-усадьба. Саженцы, бани, теплицы. Во дворце спорта «Юность». Сегодня зеленая передача в гостях у Светланы Михайловны Клименко. Человек в Челябинске очень известный. Хореограф, президент имидж-клуба Светлана, идейный вдохновитель и организатор ежегодного фестиваля «Платья города». Но для «Зеленой передачи» куда интереснее, что Светлана Михайловна – увлеченный садовод. И мы с удовольствием откликнулись на ее приглашение побывать в чудесном саду семьи Клименко. Началось все с хвойников. И очень хотелось развести туи, особенно золотые туи. И вот эта туя, да, вот ее сестра, они были огромные. То есть мы их посадили, а они были, наверное, метра два с половиной. Потом они у нас выросли больше трех метров, были великолепные, красивые, прекрасивые. И вот год назад, наверное, они настолько обгорели, что пришлось их обрезать. И сейчас мы вот пытаемся восстановить. Это динамика, к сожалению, для Урала, которая наиболее часто проявляется. То есть весенние негорения, именно тепловые удары, которые начали учащаться. То есть для садоводов можно рекомендовать два способа сохранения растений. Вот, то есть это создание различного плана экранов. Это могут быть живые экраны из кустарников, из деревьев, которые могут давать тень в сильную жару на эти растения любимые. Либо установка экранов из каких-то материалов с южной стороны. Может, там, из картона, может быть, из ДВП, ДСП, любые материалы, которые есть под рукой. Вот, то есть они вплотную не должны соприкасаться с кроной, то есть на каком-то удалении. Вот, обязательно с южной стороны. И, в принципе, они спасут растения. Но летом же не надо. Это же, как я понимаю, на зимний период. Летом не надо. Сейчас на смену таким туям приходят современные сорта елей, которые тоже имеют желтоватую окраску. Ну, единственное, что их придется держать в обрезке. Не горящие абсолютно сорта. Ну, вот, кстати, голубые ели, которых у нас уже, наверное, три таких больших, они вот единственные ели, которые выдержали все зимы, в которых пострадали. Вот и туи западные, да, и золотые мои любимые туи. А шарик золотой просто пришлось выкопать. Да, да. Сгорели, да? Потому что он не подлежал уже восстановлению. Ну, ели колючие из-за воскового налета в основном у нас выживают. То есть у них есть на поверхности хвоинок специальное такое приспособление, которое отражает солнечный свет. Вот за счет этого, конечно, они на данный момент у нас и на первом месте стоят. Пока Алексей Агапов прогуливается по прекрасному саду Светланы Клименко, мы продолжим решать насущные проблемы садоводов. Юрий Латинков поделится своим способом зеленого черенкования винограда. Кстати, вы можете использовать эту методику и для черенкования многих других культур. Мы уже не раз рассказывали о способах размножения растений. Эта тема очень объемная и крайне актуальна сейчас, когда саженцы ценных растений стоят очень дорого. О своем методе зеленого черенкования сегодня поведает наш консультант Юрий Алексеевич. Теперь я просто хочу показать, как делается зеленое черенкование. Как оно просто делается. Довольно-таки просто, банально и доступно для любого, я считаю, садовода. Возьмем для зеленого черенкования, я специально сознательно оставил, значит, побеги винограда. Наш консультант отмечает, что для зеленого черенкования подходит целый ряд растений. Однако есть и такие, которые невозможно окоренить. Например, персик и абрикос. Почка, которая будет в дальнейшем, пойдет на укоренение, обрезается, обрезается, лист обрезается, и на 1-2 сантиметра производится косым углом обрезка лозы, побега. На этой же высоте оставляем вот такой вот листочек, обрезаем. Вот таким же способом можно укоренять, производить обрезку, значит, жимолости. То есть нижняя почка оставляется, одна, листочки обрезаются, и это все бросается в обязательном порядке в воду. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы росток повял. А в воде черенок может находиться в течение часа. Важная деталь. Посмотрите, какого размера лист у вашего зеленого черенка. Обратите внимание, лист несколько укрупненный. Несколько укрупненный. По этой причине мы лист что делаем? Вот так вот его подрезаем, круголя. Видите? Для чего это делается? Вот смотрите, всего сколько оставляем. Корней нет, калюс не нарос. Питание, которое пойдет через вот этот срез, должно соответствовать вот этому листовому аппарату. Юрий Алексеевич советует обратить отдельное внимание на подготовку почвы для зеленых черенков. Первое, что, значит, должен быть старый перегной. То есть то место, где вы будете делать посадку, должен быть уложен, ну, сантиметр 20-30, там, старого перегноя. А выше – речной мытый песок. Последний этап – это посадка зеленого черенка. Берем корневин, пудра, никаких растворов. Окунули. Смотрим визуально. Вот она, пудра. И делаем, значит, посадку таким образом. То есть небольшое отверстие в песочке. Посадочка произведена, неглубокая. Именно одна почка ушла туда вниз. Все. И обжали. Все. Черенок необходимо полить. И в дальнейшем пристально следить за тем, чтобы ваши саженцы постоянно находились во влажном состоянии. Для этого хорошо подходит система туманного полива. О том, как организовать такой полив у себя в теплице, мы обязательно расскажем в одной из наших следующих программ. Вот, Алексей, случилась у нас такая незадача. Пока мы были в отпуске, на нашу прекрасную розу поселился какой-то неприятный насекомый. И вот теперь надо как-то, видимо, спасать. Ну, я порекомендовал бы, конечно, сделать комплексную, скажем, профилактику. Потому что сейчас начнется время распространения грибковых инфекций. Вот, то есть здесь можно уже начальные этапы увидеть мучнистую розу, например, на ветке. Но это, скорее всего, сортовые особенности этого сорта, который был привит. Ну, и также то, что наиболее часто на розах встречается, это праздничные пятнистости. Вот, то есть тоже надо брать, ну, возможно, бордовскую смесь или препараты типа топаз. Прямо по листу, да, обрабатывать? Да, по листу, одну за другой обработки проводить после подсыхания. Вот, и, в принципе, это можно исправить двух-трехкратные обработки должны. Да, перед тем, как мы ее назад на зиму в овощную яму загрузим, она должна быть обработана. Обработана. Ну, фактически обработки надо сейчас провести, потому что при высокой развитии, например, мучнистой росы начинается скручивание бутонов, листьев, и, в принципе, листопад у нее начнется быстрее. Ну, и разнесет, наверное, на другие розы, да? Ну, если они неустойчивы, то да. То есть если они, как бы здесь они далеко друг от друга находятся, вероятно, что разноса не будет. Вот, разнос может пойти только с грязью, которая будет на обуви, там, может, на инструменте, а так фактически этого не будет. Мы уже сообщали, что третьему тракторосаду Челябинска исполнилось 50 лет. Нас вообще в этом сезоне ждет целая череда праздников в садовых товариществах. По мере возможности мы будем рассказывать обо всех. Но начнем, конечно, с юбиляра. Но для начала исправим свою ошибку. В одном из прошлых выпусков мы вместе с Алексеем Агаповым побывали в прекрасном саду садовода трактора «Сада-3» Любови Ярославцевой. Мы были так увлечены, раздавая советы по уходу за растениями, что совсем забыли рассказать о самом участке. А он и его хозяйка заслуживают настоящего восхищения. Саду Любови Ярославцевой 10 лет. Небольшой, в общем-то, возраст. Но увлеченный садовод Ярославцева смогла сделать на практически заброшенной земле немало. Преобразила участок до неузнаваемости. Теперь на него можно экскурсии водить, чтобы показать пример правильного зонирования сада. Все хозяйственные постройки умело скрыты от глаз гостей сада. Грамотно использованы приемы вертикального озеленения. Цветники находятся в превосходном состоянии. На небольшом кусочке земли нашлось место и для плодового сада, и для овощных грядок, и для газона, и для зон отдыха. А все благодаря грамотному зонированию, правильному размещению растений в миксбордерах и, конечно, трудолюбию самой хозяйки. И теперь становится понятным, почему садовод Ярославцева получила одну из главных наград праздника, посвященного юбилею трактора сада «Три». Мы во всей земле прочуем, на погону не глядим, где придется заночуем, что придется поездить. Театральные подмостки для таких, как мы, бродя, свежескруганные доски за навески накладят. Мы бродячие артисты, мы в дороге день зайдем. У нас садовое товарищество образовалось в 1966 году. На этих заболоченных местах работниками завода ЧТЗ была выделена земля для освоения. Начали с болота, закончили асфальтом и третийцевым водопроводом. Таисия Трофимовна была тем счастливым работником ЧТЗ, кому достался участок земли в 4 сотки. Тогда все коллеги считали ее счастливчиком. Своя земля все-таки пусть и на болоте, и начинать приходилось с нуля. Земли были совершенно не освоенные. Я с 14 лет, 45 лет проработала в одном цехе. Так что всю войну и после войны и уволилась, 45 лет отработала. Так что вот так. За нас, сколько. Хорошая была работа. Хороший сад. Живу. Вот три месяца здесь живу. Прекрасно. Все хорошо. Сейчас в тракторосаде более 5000 участков. Среди садоводов и ветераны, и пенсионеры. Но все больше становится людей молодых. И все садоводы, опытные и новички, любят и ценят своего замечательного агронома. Людмилу Федоровну Завьялову. Агроном для садовых товариществ в Челябинске вообще роскошь. Они есть далеко не везде. А такой агроном, как Людмила Федоровна, на вес золота. Я нахожусь в этом саду с 77-го года. С этого же времени я взялась в этот садовый участок. А вообще-то я садовод с 66-го года. Начинала я на керамике сад Искра. Выращиваем мы сейчас уже абрикосы на своем участке лично. Выращиваем абрикосы. Это виноград морский и дальневосточные всякие сорта. Мы завозили саженцы. Мы более 200 тысяч завезли саженцев. Я завозил саженцы с Куйбышевской области, с Ульяновской области, со Смолинского питомника, с Магнитогорска, со Свердловска, с Троицкой. В общем, отовсюду, откуда мы могли завозить. За 50 лет тракторосад сильно изменился. Теперь его уже практически не узнать. Такой красивой, уютной и плодородной стала эта земля. Грибы, грибы, грибочки и галина, и малина, ягда, ягда, ягда весная. Вот это наша гордость. Кизильник, который у нас поселился 6 лет назад. И вот он уже у нас вот так разросся. И сейчас практически не требует особого ухода. И это то растение, которое должно бы на меня обидеться, потому что я меньше всего уделяю ему внимания. Да, вообще это одна из самых неприхотливых культур, которые используются для топиарта, для живых изгородей, бордюров и различных фигур. Тоже с простого плана фигур на Урале. Вот поэтому, конечно, изгородь в достаточно пышном, плотном состоянии находится. Она молодая еще. Вот поэтому где-то на протяжении 10 лет будет такой эффект. Вот потом ее, конечно, надо будет омолаживать, то есть спиливать под основание и ждать опять новые побеги. А так, в принципе, не повреждается болезнями и вредителями. Единственное, что есть, это муравьи, конечно, беда. Вот то есть если муравьи есть на участке, их, конечно, надо убирать, потому что они начинают клейки и вещества оставлять на листе. И это основа, опять-таки, для появления грибов. И поэтому портится декоративная нагрузка у кустарников. Кизельник блестящий – это одна из культур, которая наиболее популярна в устройстве живых изгородей. При устройстве необходимо соблюдать, конечно, некоторые правила. То есть изгородь должна быть двухрядная, посадка должна быть проведена в шахматном порядке. Интервал между растениями 30 сантиметров, в рядах – 40 сантиметров. Регулярные стрижки, то есть после посадки должно быть укорачивание. То есть не нужно стараться получить высоту, загородиться от чего-то. При быстром таком эффекте вы получите оголение нижней части. Поэтому первый год желательно уделить усилению ветвления прищипкам, подрезкам, для того, чтобы увеличить общую густоту. А в финале выпуска вас ждет блок сюжетов, посвященных выбору строительных материалов, а также изучению мобильных конструкций в саду. Пещерные люди даже не помышляли о строительстве домов из камня. Из него начали возводить замки только в Средневековье. Затем настал звездный час кирпича. Правда, удовольствие это было не из дешевых. Более доступным считалось дерево с одним недостатком – деревянные дома легко воспламенялись. В 20 веке человечество открыло для себя бетон. Дома получались крепкими, но сами бетонные блоки были достаточно тяжелыми. И вот появился полистирол-бетон. Это универсальный строительный материал. Он прочный, легкий, морозоустойчивый, долговечный и недорогой. Чтобы узнать, чем обусловлены эти качества, мы отправляемся на его производство. Изготовление полистирол-бетона начинается со вспенивания гранул, чтобы придать им дополнительную упругость и повысить механические свойства. Затем сырье обдается паром. Гранулы становятся мягкими и в три раза увеличиваются в объеме. Во избежание усадки их высушивают в потоке горячего воздуха. Так получается полистирольный наполнитель. Чтобы гранулы не слепались, их отправляют в ворошитель. Далее путь лежит в бункер вылеживания. Там стенки полистирольных гранул становятся прочными. Затем в смесителе полистирол в определенных пропорциях соединяется с другими компонентами. Кстати, все они отечественного производства. Цемент обеспечивает прочность материала, смола – высокую степень плотности. Еще один обязательный компонент – вода. Все ингредиенты поступают в форму для заливки со съемными бортами. Затвердение материала происходит в естественных условиях и длится в течение суток. Геометрически правильная форма блока позволит в дальнейшем сэкономить на цементе. Полистирол-бетонный блок готов. Технологичный, высокоэффективный, устойчивый к большим нагрузкам и перепадам температур. Начинаем возводить дом своей мечты. Знаете ли вы, что растения тоже могут быть альбиносами? Правда, если у животных и человека существовать с такой мутацией получается более-менее сносно, то отсутствие зеленого пигмента в листьях делает растение нежизнеспособным. Исключением могут быть паразиты, например, секвой альбинос. Для выживания она крепит свои корни к здоровым деревьям. Полистирол-бетонные блоки по приятным ценам от компании «Полистрой». Заказ на блоки принимаем по телефону 89222-303-323 или 262-5849. Мы доставим полистирол-бетонные блоки по вашему адресу. Возможен расчет на месте при получении товара. Действуют скидки. Заказывайте блоки по телефону 89222-303-323 или 262-5849. Знакомимся. Олеся – молодой садовод и обладательница земельного участка. Земля приобретена совсем недавно, и сейчас семья нашей героини занята масштабным строительством комфортабельного коттеджа. Однако Олесе с мужем нет нужды ютиться в наспех сколоченной сарайке. Тщательно изучив различные варианты, новоиспеченные земледельцы приобрели мобильную конструкцию – бытовку, совмещенную с банькой. Очень нужная и полезная вещь оказалась. Это бытовка. Так как мы приезжаем сюда, живем в городе, но иногда хочется отдохнуть здесь, все-таки погода позволяет. Мы здесь остаемся. Очень удобно, когда это идет в комплекте. Так как непосредственно в бытовке мы можем переночевать, а в бане мы можем помыться, попариться, как бы смыть эту всю усталость, которая накопилась за весь день. Так как пока мы строимся, это, безусловно, очень удобно. Не будем проникать в жилище и ставить молодую семью в неловкое положение. Мы уже знаем, что производитель изготавливает мобильные конструкции из деревянного бруса. В обязательном порядке используется утеплитель. Так что пользоваться строением можно и в зимнее время. Баня оснащена по всем правилам. Обшита евровагонкой из осины. В комплектацию входит печь, полог и приступок. Словом, устанавливай и сразу топи и парься. Но у наших героев особый случай. Их конструкция проверена несколькими годами эксплуатации. Дело в том, что семья Олеси приобрела бытовку с бани, так сказать, на вторичном рынке. И по словам нашего эксперта Ольги Ловчиновской, такая ситуация в современных условиях не редкость. Люди построили дом, о котором мечтали, а мобильная конструкция нашла новых хозяев. Она предыдущим хозяевам отслужила около шести лет. То есть люди построились, люди приобрели также участок, построили великолепный дом. И вот эту конструкцию они продали вот этой семье. Я настолько рада за эту семью, потому что они, приобретя участок за большие деньги, малыми силами обошлись, приобретя именно вот этот комплекс. Баньку и бытовочку. То есть им настолько это комфортно, быстро и надежно продали. Буквально за один день они приобрели у себя, поставили у себя на участок вот эту замечательную конструкцию. Мы знаем, что некоторые садоводы находят применение мобильным конструкциям и после завершения строительства настоящего дома. Бытовку, к примеру, можно приспособить под домик для гостей, под хозяйственный блок. А можно порадовать новую семью, предложив ей удобный комплекс для проживания и отдыха. Одно из самых отвратительных растений на земле – кровавый зуб. Это гриб, имеющий студенистое белое бесформенное тело, которое выделяет темно-красные капли сока. Ни в каком виде его нельзя употреблять в пищу. Однако ученые говорят, что кровавый зуб обладает очень хорошими антибактериальными свойствами и может быть применен в фармацевтической промышленности. Деревообрабатывающая компания «Облик». Мобильная каркасная баня под ключ от 94 600 рублей. Бытовки от 36 000 рублей. Деревообрабатывающая компания «Облик». Телефон 223 15 88. Алексей, спасибо большое за советы, потому что когда в собственном саку варишься, про какие-то вещи даже очевидные забываешь, их не видишь. Я очень рада знакомству. Спасибо. Всегда рада буду видеть вас на нашем участке. Да, мне очень приятно было побывать в вашем саду, потому что с годами становится больше увлеченных людей, которые занимаются оформлением сада, украшают пространство, в котором живут. Это настраивает на позитив и делает нашу работу более востребованной. Спасибо вам тоже. На этом мы с вами прощаемся. В следующем выпуске «Зеленой передачи» вас ждут советы по уходу за плодовыми растениями жарким летом. Вы узнаете, как можно омолодить штамповую розу, а также увидите продолжение рассказа об использовании природного камня в саду. И еще вас ждет много интересной и полезной информации из жизни растений, а также людей, которые любят и умеют за ними ухаживать. Словом, включайте телевизор ровно через неделю, чтобы услышать наш девиз «Наше дело зеленое. Мы победим!» Одежда ведущей предоставлена концептуальным бутиком Emotion на Каслинской, 97В. Субтитры создавал DimaTorzok